Субтитры сделал DimaTorzok Самый дорогой кальянный табак У него есть граммовочка 20 и 200 грамм Вот такая вот баночка в 20 грамм обойдется вам в 600-700 рублей в рознике То есть вы должны понимать, что это дороже черной икры Утро у какого-нибудь очень богатого человека начинается следующим образом Он берет кусочек хлеба Берет баночку с ВТОшечкой И таким, знаете, приятненьким-приятненьким слоем вот так вот просто намазывает его И просто таким вот спокойным образом берет Примерно вот так вот и выглядит уже богатого человека А я сейчас бревану Палзу, бля! Мне пиздец! Нахуя я это делал, бля! Не хотел, чтобы вас задушила жаба, поэтому доел все сам не на камеру Производитель использует различные сигарные листы Переделывая их, так сказать, под кальянные рельсы Очень долго ферментируется табак в бочках, вымачивается Очень дорогие и очень крутые, яркие, насыщенные ароматизаторы использует производитель Куря некоторые вкусы просто срывают крышу То есть это очень ярко, это очень интересно и очень круто Я кайфую от этого продукта Да, цена бездец, просто безумно какая дорогая Но это однозначно стоит попробовать Мне на обзор прислали 200-граммовую баночку Не открывал ее специально до обзора Здесь мой любимый вкус, рак легких В смысле вафли Вафли Танкер так называемый Цена этой коробочки в районе 6-6,5 тысяч рублей Давайте откроем Выглядит она, кстати, пипецко круто Это прям такая элита, элитарный продукт Мне кажется, это очень и очень красиво и очень круто Таким вот образом открывается эта баночка И нас встречает танкер Уже безумно ярко пахнет вафлями Это, наверное, один из моих любимейших вкусов в этой ошке И вот здесь, ребяточки, находится 200 грамм Не взъебаться какого-то дорогого табака Прикрытого под целым листом Табачным, сигарным, точнее, листом Я извиняюсь Укутан, так сказать, продукт У него же оператор заводил жалом И чувствует, как это ярко и вкусно пахнет Очень дорого и очень круто Погоняю сегодня лысого Знаете, что я думаю? Я уже смотрел тысячу видео, где курят 250 грамм танжа Где курят целый килограмм альфайкера А давайте-ка пизданем и забьем 200 грамм вот этого Не знаю, заметили вы или нет Очень редко в своих видео показывают, как я забиваю чашку Но, сука, здесь табака на 6 тысяч Поэтому, пожалуй, я забью чашечку О, посыпалась, посыпалась, моя хорошая Что, ребятки, вы представляете уже, да, как это будет? Я думаю, вот еще можно Одну вилочку Ну все, ребят, тут уже кроме листа Ничего не осталось, как вы видите Ну и, конечно же, уже по традиции В легкое касание покурим в эту оршечку Мам, прости меня, но я же говорил, не надо мне ронять с детства Че говоришь? Долбоеб, вы ничего не понимаете Долбоеб? Слушай, он мне сказал, что я долбоеб Ребят, если вы не поняли, то есть табак не надо То не надо его курить в такие горы, пожалуйста Это выполнено профессией аналами Со вкусом аутиста, по-моему Бля, это курица Это натуре курица Ну, в целом, каждый день взбиваю себе по 200 грамм ВТО Сижу в коробке вокзала и курю Интересно, там видно эту гору? Сказочный долбоеб Прикинь, уронить чашку за 6 тысяч Ну, а мы продолжаем фестиваль адиотизма И продолжаем курить 200 грамм ВТО Ребят, у меня прям, знаешь, вкус купюр во рту Прям вот, ну, зажигают, загораются деньги Дело вовсе не в деньгах Слав, чего ты достиг к 24 годам? Ну, я курил 200 грамм табака в одной чашке Теперь после всего этого идиотизма Нужно попробовать побыть немножко серьезным Как я уже сказал, существует 4 линеечки у нас Это Куба, Карибиан, Танзания и Никарагуа Как мне кажется, самой такой успешной, самой интересной линеечкой Является лично для меня Карибиан Очень много аромки Она очень приятная, она очень яркая и очень натуральная В Танзании, мне кажется, немножечко такой с табачной ноткой А Никарагуа мне очень дискомфортно курить Потому что это такая хардовая линейка То есть я в целом люблю крепкая Но она мне как-то очень жестко дается Существует вариация забивки на вот таких вот маленьких чашечках Производитель утверждает, что 4-5 грамм хватает на час Этот момент кажется мне немножко спорным Потому что если мы курим на этой чашечке То нам приходится использовать угли размера Даже не 1,1, не 2,2 А где-то 0,3-0,3-0,3 То есть очень маленькие вот такие вот черкаши приходится выставлять Это непосредственно под фольгу И постоянно приходится их менять Это проблематично Так курить ВТО мне не нравится Как я вам советую забивать и курить ВТОшку? Можно использовать вот такую вот чашечку Забивочку порядка где-то 10 грамм Лично мне нравится ее смешивать с какими-нибудь другими черными табаками Чтобы в нижнем слое у нас была подслойка из какого-нибудь там Танжа, Дарксайда и так далее А сверху мы выкладываем уже непосредственно ВТОшку Табак, как вы видели, спокойно курится в касании Но желательно и комфортнее курить его с легким отступом Вкусовая палитра очень многообразная Очень много всяческих различных вариаций Это гастрономические линейки, какие-то десертные вкусы, ягоды, фруктовые и так далее Но всякие вкусы такие, как вяленый томат, говядина, лосось Мне кажутся немножко дикими и очень проблематично, очень сложно их воспринимать в плане курения Как себя ведет табак в течение часа курения? Абсолютно спокойно ароматизатор держится до где-то 50-ти часа То есть абсолютно спокойно Крепкость, которую вот про линейку Карибиан я хотел бы непосредственно поговорить Она средняя, может быть чуть-чуть повыше средней Она в целом накуривает То есть мы ощущаем очень приятный тонкий аромат сигар Вот этих вот элитных сигар И обалденную аромку Если быстренько пробежаться вам по вкусу То могу сразу же сказать вам свои топы Это сливочные вафли, это лимонный чизкейк, это земляника Это, блин, ребят, в целом, в целом я не знаю, кроме гастрономической линейки Вкусов, которые мне не закатили Потому что абсолютно каждый вкус, он очень интересный, очень яркий Очень приближен к натуральному продукту, питании Базилик, такой тоже, ну, переходящий, наверное, в гастрономический вкус Ну, гастрономический, да, в целом вкус Он мне больше закатывает, например, чем базилбласт Да, ребята, скажете, блин, такие деньги, конечно же, закатывают Блин, ребят, это круто Это что-то крутое, необычное, уникальное Такого на рынке, как бы, пока аналогов этому нет Я считаю, что продукт полностью оправдывает свою стоимость Да, кому-то это покажется завышенно, ребят Но никто не мешает раз, так сказать, в недельку Побаловать себя вот такой вот забивочкой, таким вот, каким-нибудь необычным вкусом Просто слоган у компании Лучше курить редко, но, типа, качественно и хорошо Наверное, я с этим соглашусь То есть это такой вот именно изыск Изысканная нотка, элитная, элитарная нотка в кальянной индустрии Ну, хули, 200 грамм похулили, можно и разбить Если мы берем вот стандартную, вот их, как сказать, линеечку Caribbean То здесь оптимальное сочетание табачной ноты и ароматизаторов То есть это прям для меня идеально Стоит ли держать его в наличии? Да, однозначно стоит, потому что играться с ним в миксологии, добавлять его куда-то Это очень клево, потому что порядка там, то есть даже 3-4 грамм Забивка где-то от 15-16 грамм с другими табаками Он очень ярко чувствуется Стоит ли это своих денег? Почему это там на порядок дороже? Ребята, просто советуем один раз попробовать и забыть, наверное, о других табаках